У нас была такая задача. Графы без треугольников. Помните? Да. Давайте я расскажу еще одно доказательство. Ну, заодно напомню вообще о чем задача. Пусть есть энверши. Мы их можем расположить вот таким образом. Здесь вот целая часть, n пополам, а здесь верхняя целая часть, n пополам, точек. И соединить каждую с каждым. Получится, как мы в прошлый раз посчитали, целая часть, n в квадрате разделить на 4, так? И в этом графе не будет треугольников. То есть, смотрите, каждая из верхних точек середина с каждой снизу, полный граф на вот таком количестве вершин, да? Целая часть напополам и верхняя целая часть напополам в разных залях. Так вот, треугольников там нет. Потому что, если бы у нас был треугольник, то какие-то две из его вершин были бы в одной доле, а здесь вот они сведены, а здесь не сведены. Треугольника нет. Вот оказывается, что больше, чем столько, рёбер не бывает. Почему? Ну, в прошлый раз мы это доказали. Помните? Ну, хорошо, у вас не было, но остальные бомбцы были, я скажу тебе, кто был. Доказали. Сейчас я расскажу ещё один способ доказательства. Только ради того, чтобы показать, как работает понятие независимое множество. Независимое множество вершин графа. Что это такое? Это какая-то группа граф. Группа граф. Это несовершин. Соединенных между собой. Наверное. Наоборот. Не соединенные между собой. Никакие две из которых не соединены. На себе, в случае, напишу. Значит, независимое множество. Никакие две... Что никакие две? Независимые не соединены ребром. Всё понятно? Замечательно. Так вот, оказывается, что решить задачу о максимальном количестве ребер без треугольников, когда граф. Можно так рассмотреть максимальное независимое подможество. Вот давайте просто запишем эту фразу. Максимальное, независимое. То есть, в котором никакие две вершины и не соединены. Подможество. Всё понятно? Всё понятно? Ну, я не знаю, как оно будет выглядеть. Как-то. Точка, какое-то ребро, точка, 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 ребро. Что главное? Не бывает, что в нашем независимом множестве две вершины, соединенные ребром. Понятно? Ну, вот, например, такое независимое множество. Количество точек в нём обозначим какими-нибудь буквами. А точка. То есть, А вершина графа никакая из какой-нибудь середины. И теперь, фактически всё, что нужно понять, это вот, что может из какой-то вершины, неважно какой, графа, выходить больше, чем А треугольников. Как вы считаете? Если в графе нет треугольников. Нет. Нет, почему? Ну, потому что всего у нас А точек. Вот это независимое множество. Еще раз. Всего в графе у нас точек может быть очень много. Повторяю. Всего в графе точек может быть очень много. Их н штук. Их вовсе не А. А не больше, чем Н. Но важно, что когда вы берёте вершину и смотрите, сколько из неё выходит ребер, если вдруг будет А плюс один, то вот эти точки уже образуют независимое множество. Потому что треугольников-то нет. Понимаете? Вот если бы здесь были соединены, то это был бы треугольник. Значит, такого ребра нет. Значит, сколько этих точек? Не больше, чем А. Нельзя говорить меньше, не больше. Пишем. Степень любой вершины, или валентность, как вам угодно. Степень любой вершины не больше, чем А. Отлично. А теперь смотрите, что я могу сказать. У любого ребра есть вершина не из независимого множества. Понятно почему? Потому что, если бы обе вершины были из независимого множества, то это противоречит определению независимого множества. Когда вы берете ребра у графа, может быть, что ему просто вот так вот обе вершины не из независимого, да? Может быть, что одна из независимого, но так, чтобы обе из независимого не бывает. Вот так? Значит, хотя бы один конец принадлежит множеству из Н минус А точек. Вот у нас есть А точек в независимом, а есть все остальные. Их Н минус А штук. Понятно? Да. А степень каждой точки мы только что написали не больше чего? Не больше, чем А. Значит, всего ребер не больше, чем столько. Понятно? Да. Потому что любое ребро хотя бы одним своим концом упирается не в независимое множество. И когда мы пройдемся по дополнению к независимому множеству, и там каждый раз посчитаем ребра, то мы реально посчитаем все ребра. Кстати, может быть, какие-то мы посчитаем два раза, если оба конца были не из независимого множества. Но в любом случае мы все посчитаем. Получили такую оценку? А теперь вопрос. При каких А такое произведение самое большое? Это в прошлый раз мы уже помнили. Мы сказали, если Н равно иногда 20, то это же будет что за произведение? 1 на 19, 2 на 18, 3 на 17 и так далее. И самое большое, когда А равно Н минус А. Ну или если Н нечетное, то почти равно. Ну, то есть, произведение чисел в сумме равных Н. На прошлом занятии это обсуждало. Скажем, берем число 20, разлагаем его произведение. 3 на 17 или 4 на 16. Какое из них самое большое? Какое? 10 на 10. 10 на 10. Это А равно Н минус А. Ну, а если Н нечетное, так нельзя. Но тогда ей придется брать целую часть и Н минус на целую часть. И вот. Доказать это легко. Ну, смотрите. Что такое А на Н минус А? Это фактически такой прямоугольник, у которого сумма сторон равна Н. Что вы делаете, когда вы, например, А увеличиваете на единицу? Это вы здесь прорисовываете столбец, но зато здесь отрезаете. Понятно? Так вот, если А было больше, чем А на минус А, то понятно, что при этом вот это отрезали, а вот здесь добавили, уменьшилось. Наоборот, если у вас мы А уменьшаем, то что происходит? Мы отрезаем вот этот столбик, но зато добавляем, понимаете? Вот этот. Ну, и значит, угрожение увеличится. Ну, а максимальное, когда А практически равно Н минус А. Все? Да. Вот вам еще одно решение задачи.